Мы вновь возвращаемся в 19 век, в котором застряло село «Дом на ключи», что спряталось от Читы на расстоянии 50 километров. Это непосильное расстояние для краевых властей, чтобы они смогли дотянуться до выполнения собственной работы. Зато для нашей съемочной группы – пустяк. В одном из сюжетов мы рассказывали о наболевшей проблеме сельчан, о дороге, что ведет к селу от федеральной трассы. Это отрезок длиной 8 километров, но состояние его ужасающее. Стоит пройти малейшему дождю, как дорога превращается в месиво. Наши дороги, которые находятся от федеральной трассы до села «Дом на ключи», находятся в ужасном состоянии. К нам отказывается ехать, почта. У нас проходит школьный автобус, в котором дети приезжают вообще в никаком состоянии. Они вымотаны этой дорогой. И мы терпим, чтобы поехать в город даже зачем-то. Приходится преодолевать вот эту вот щебенку на протяжении 8 километров, которую на протяжении уже стольки лет нам не могут отремонтировать. Вскоре после нашей публикации в деревню приехал грейдер, и были выполнены кое-какие работы, которые гордо именовали ремонтом дороги. Сельчане пригласили нашу съемочную группу, чтобы продемонстрировать, что же они получили. Ремонт был произведен 30-го числа. Пришел, значит, грейдер, бока собрал, вывалил все эти камни, булыжники на центр дороги, проехал вверх-вниз и уехал. Езды по этому проселочному месту никакой. Люди едут, выбирают проехать. Булдыганы, эти комли от этих деревьев. Все это было в центре дороги. Ну вот, значит, мы позвонили в администрацию, администрация договорилась с грейдером Сугдана. Он пришел вчера. Вчера вечером в 5 часов утра пришел. Ой, утро вечера. Ну, и до 3 сентября. Мало-мало разгреб эти камни. С этим подъездом у нас вроде бы затратили 600 тысяч, как нам сказали. Ну, что отсыпали дорогу, машины приходили. Там даже этим не видно и не пахнет. Они нас снова просто обманули. Просто кинули в нашу деревню. Дело в том, что они сказали, что они ночью привезли нам грунт и высыпали на дорогу. И грейдер пришел, все это выворачивал. И нам разравнивало ее, когда был первый грейдер. Когда первый грейдер был, что как будто бы он ее выворачивал уже 60 кубов. Они должны были нам привезти 60 кубов грунта. И как будто грейдер все это выворачивал. Разворачивал, разравнивало, получается. Нам грунта никакого не привезли. Это в очередной раз нас обманули, получается. Полученным ремонтом дороги возмущены не только жители села, но и дачники из СМТ «Авиатор», что расположен в трех километрах от Дом на Ключей. Кто отвечает за это? Где контрольник? Кто принимал эту дорогу? Это же борда. Это просто людей за людей они считают. Кто-то должен за это ответить? Детей же возят. Обещания вот эти вот, то, что дорогу сделают, все отремонтируют. По нацпроекту они, по идее, должны были отсыпку сделать и асфальт положить, сделать пешеходные дорожки. Но этого нет. Что за нацпроект у нас такой, что, вот как сказать, кинули и забыли. Люди за это, во-первых, платят налоги и большие налоги. В наш прошлый приезд как раз полным ходом шел ремонт дороги по улице Партизанская. Согласно информации с сайта госзакупок, здесь рассыпано почти 4 миллиона рублей. За ремонтом этого дорожного полотна мы наблюдали три недели назад. Согласно смете, толщина отсыпки составляет 8 сантиметров. Прошло три недели. Мы понимаем, что мы очень маленькое село в Забайкальском крае, но мы находимся всего 40 километров от центра города Чита. И поэтому мы тоже хотим пользоваться качественными дорогами за те налоги, которые мы платим. Но услугами подрядчика, которой была просто испорчена наша дорога, мы недовольны. Просим разобраться с недобросовестностью подрядчика. Подрядчиком по выполнению ремонта дорожного полотна выступило общество с ограниченной ответственностью «Строй Триумф» из Краснодарского края. Во время создания этого сюжета связаться с представителем этой компании нам не удалось. Второе обещание, которое было дано селянам властями, это уличное освещение. Как обещалось, свет на улицах села будет гореть к первому сентября. Что видим в результате? Там же на госзакупках – выполнение работ по устройству освещения улицы Партизанская, села Дом на Ключи. Об остальных улицах речи не идет. Хотя, как рассказывают местные, приезжал специалист и проводил все необходимые подсчеты и по улице Оршанская, и по Нагорной. Приезжал представитель от Россетей, с которым мы проехали всю деревню. Взяли улицу Нагорную и улицу Оршанскую и просчитали столбы. Сколько нужно было столбов поставить и сколько нужно было фонарей повешать. Но в итоге, получается, осветили только Партизанскую, но еще не подключили. А Оршан и Прогал этот опять остались, и Нагорные улицы не подключенные. Улица Оршанской, ведущая от нее Прогал, как его называют местные, до Партизанской – как раз самое проблемное место в селе. И именно там, по утверждению селян, необходимо освещение. Люди писали заявки и сообщали приезжавшему специалисту из Россетей. Но, как всегда, все сделано шиворот на выворот. Подрядчик закончил свою работу по цыпке села Дом на Ключи, но подъезд к улице Оршанской так и остался у нас в том же состоянии. Как размывалась это весной, выходила вода на дорогу, так в таком состоянии до сих пор она у нас находится. И мост, через который единственная переправа на нашу улицу, он находится в аварийном состоянии. Подъезд и съезд моста размыты дождями. И поэтому очень страшно. Легковая машина уже не сбирает своими силами по возможности. Что можем, то и делаем. Безопасные и качественные дороги – это не про Забайкалье. Ремонт дороги в Дом на Ключи – это яркий пример растраты бюджетных средств и недобросовестности подрядчиков. Несмотря на выделенные миллионы, дорога остается в ужасном состоянии. Обещаны уличные освещения, опоры установлены, но лампочек нет. Наверное, селяне должны их приобрести и вернуть самостоятельно. Вот такие герои победы будущие. Особенно победы. Юлия Банщикова, Павел Карпов и Иван Дементьев. ЗАПТВ